Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада Так называемые ученые говорят, что жизнь возникает из химических веществ, но сначала они должны ответить на вопрос, откуда взялись эти химические вещества. Вещества порождены жизнью, а это значит, что жизни присуща мистическая сила. К примеру, на апельсиновом дереве много апельсинов, и каждый апельсин содержит химические вещества, лимонную кислоту и другие. Так откуда же берутся эти вещества? Разумеется, их порождает жизнь, заключенная внутри дерева. Ученые упускают из виду вопрос происхождения химических веществ. Они начинают свои изыскания с химических веществ, но не могут определить их происхождение. Химические вещества порождены высшей жизнью, Богом. Живое тело человека вырабатывает множество химических веществ, и высшая жизнь, верховный Господь, также производит все химические элементы, находящиеся в атмосфере, в воде, в людях, в животных и в земле. Это и называется мистической силой. Не признав существование мистической силы Верховного Господа, нельзя решить проблему происхождения жизни. Доктор Синг, ученые ответят на это, что не могут поверить в мистическую силу Шрила Прабхупада, но тогда они должны объяснить происхождение химических веществ. Любой может видеть, что обыкновенное дерево производит много химических веществ. Ученые не могут отрицать этого, но как дерево производит их? Раз они не могут ответить на это, они должны признать, что жизни присуща мистическая сила. Я не могу объяснить, как у меня из пальца растет ноготь. Это недоступно моему уму. Иначе говоря, он растет благодаря непостижимой силе. Таким образом, если она есть даже у обыкновенного существа, то представьте себе, какой силой обладает Бог. Различие между Богом и мной в том, что хотя я и обладаю теми же способностями, что и Бог, я могу производить только незначительное количество химических веществ, тогда как Он производит их в огромном количестве. Я могу произвести немного воды в виде пота, а Бог создает моря. проанализировав одну каплю морской воды, вы сможете безошибочно определить качественный состав всей морской воды. Обыкновенное живое существо является неотъемлемой частицей Бога. И изучая живые существа, мы можем начать постигать Бога. Бог обладает великой мистической энергией. Мистическая энергия Бога действует быстро, как электрическая машина. Машины приводятся в действие определенной энергии, и они устроены так совершенно, что начинают работать от одного нажатия кнопки. «Подобно этому Бог сказал, да будет мир, и процесс творения начался». Если на деятельность природы посмотреть с этой точки зрения, то ее будет совсем нетрудно понять. Бог обладает такими удивительными энергиями, что стоит Ему только приказать, как тут же начинается процесс творения. Брахмананда с вами. Ученые не признают ни Бога, ни Ачинтия-шахти, Шрила Прабхупада. Ну что ж, это говорит об их недобросовестности. Бог есть, и Его Ачинтия-шахти тоже есть. Каранхарадас. Ученые говорят, что жизнь имеет биохимическое происхождение. Шрила Прабхупада. На это мы отвечаем. Почему же вы не создадите жизнь? У вас так развиты биология и химия. Почему бы вам не создать жизнь? Каранхарадас. Они говорят, что создадут ее в будущем. Шрила Прабхупада. Когда? В будущем? Если ученые знают процесс созидания, почему бы им не создать жизнь сейчас? Если жизнь имеет биохимическое происхождение, а биологи и химики достигли большого прогресса, то почему бы им не создать жизнь в своих лабораториях? Когда им задают этот принципиальный вопрос, они говорят, мы сделаем это в будущем. Почему в будущем? Вздор. Не верьте завтрашнему дню, чего бы он вам ни сулил. Что толку в их прогрессе? Они несут вздор. Каранхарадас. Но они говорят, что стоят на пороге сотворения жизни. Шрила Прабхупада. Это тоже будущее, только иного рода. Они должны признать, что им все еще неизвестно истинное происхождение жизни. Раз они надеются создать жизнь в будущем, то их теперешние знания должны считаться несовершенными. Их предложение – это нечто вроде чека, выписанного в счет будущего. Допустим, я должен вам 10 тысяч долларов и говорю, я выплачу вам всю сумму этим необеспеченным деньгами чеком. Хорошо? Если у вас есть хоть немного разума, вы ответите, дайте мне сейчас хотя бы 5 долларов наличными, чтобы у меня в руках было нечто осязаемое. Так и ученые. Они не могут с помощью биохимии создать даже травинку, но тем не менее заявляют, что жизнь происходит из материи. Как можно расценивать этот вздор? Неужели никто в этом не сомневается? Мы можем доказать, что жизнь происходит от жизни. Вот доказательство этому. Когда отец зачинает ребенка, и отец, и ребенок живые. Но как ученые докажут, что жизнь возникает из материи? Мы можем доказать, что жизнь происходит из жизни, а также, что изначальная жизнь – это Кришна. Есть ли свидетельство того, что мертвый камень когда-либо производил на свет ребенка? Ученые не могут доказать, что жизнь происходит из материи. Они откладывают это на будущее. Каранхара дас. Основой научной добросовестности, как это называют ученые, является то, что они говорят только о вещах, доступных их чувственному восприятию. Шрила Прабхупада. Тогда они страдают тем, что мы называем философией доктора лягушки. Жила-была лягушка, всю свою жизнь прожившая в колодце. Однажды ее навестил друг, который сообщил ей о существовании Атлантического океана. «О, что такое Атлантический океан?» – спросила колодезная лягушка. «Это огромный резервуар воды», – ответил ей друг. «Огромный? Вдвое больше этого колодца?» «О, нет, гораздо больше», – ответил друг. «Во сколько раз больше?» «В десять?» Лягушка продолжала свои вычисления. Но есть ли у нее шанс представить глубину и простор бескрайнего океана? Наши способности, опыт и умственные возможности всегда ограничены. Кругозор лягушки тоже был ограничен рамками колодца. Она не способна мыслить иначе. Так и ученые оценивают абсолютную истину, причину всех причин, своими несовершенными чувствами и умом, и потому всякий раз попадают в просаг. Главный недостаток так называемых ученых в том, что они делают выводы на основе индуктивного метода. В частности, если ученый индуктивным методом захочет установить, смертен ли человек, он должен будет исследовать всех людей, пытаясь узнать, есть ли среди них один или несколько бессмертных. Ученый говорит «Я не могу согласиться с тем, что все люди смертны. Нельзя исключить существование нескольких бессмертных. Я еще не всех обследовал. Как же я могу признать, что человек смертен?» Это называется индуктивным методом. «Дедуктивный же метод означает, что ваш отец, ваш учитель или ваш гуру говорят, что человек смертен, и вы принимаете это». «Доктор Синг, значит, есть восходящий метод познания и нисходящий?» Шрила Прабхупада. «Да». «Восходящий метод Никогда не приведет к успеху, потому что основан на информации, полученной с помощью чувств, а чувства несовершенны. Поэтому мы принимаем нисходящий метод. Бога невозможно познать методом индукции, поэтому его называют Адхакшаджа, что означает «недоступный непосредственному восприятию». Ученые говорят, что Бога нет, так как пытаются все познать на своем непосредственном опыте, но он Адхакшаджа. Итак, ученые не знают Бога, так как у них нет метода познания Его. Чтобы понять трансцендентную науку, человек должен обратиться к истинному духовному учителю, смиренно слушать Его и служить Ему. Господь Кришна объясняет это в Бхагавадгите. Доктор Синг. Есть научный журнал, который называется Nature, природа. В нем публикуются статьи, касающиеся таких творений природы, как растения и животные, но там нет упоминания о Боге, только о природе. Шрила Прабхупада. Нетрудно заметить, что растения создаются природой. Это факт. Но мы обязаны задаться вопросом, как возникла природа. Разумный человек задает себе этот вопрос. Доктор Синг. Ученые не думают об этом. Шрила Прабхупада. Значит, они глупцы. Как только речь заходит о природе, следующий вопрос должен быть таким. Природа кого? Например, я говорю о моей природе, вы говорите о вашей природе. Следовательно, как только упоминается природа, следующий вопрос должен быть, чья природа? Природа – это энергия. А коль скоро вы говорите об энергии, то должны признать, что существует источник этой энергии. Например, источник электрической энергии – электростанция. электричество не вырабатывается само собой. Необходимо прежде построить электростанцию и установить генератор. Аналогично этому, материальная природа, по утверждению Вет, действует под управлением Кришны. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука. Сама. Сознание» слушайте в наших следующих передачах. «Наука. Сама». «Наука».